Итак, вашим соперником будет Ленин Костильо. У него очень интересное имя. И сразу возникает вопрос, а в детстве вы когда-нибудь думали, что вам придется подраться с самим Лениным? Да, это интересный вопрос, конечно. Могу сказать то, что мало кто может похвастаться тем, что он боксировал с Лениным или будет боксировать. И я, конечно, никогда не думал об этом. Ну, Ленин и Ленин. Назвали его родители, может быть, в честь... Ну, Владимир Ильич, а у домиканцев такой есть. Есть еще один Ельцин по имени. Ну, да. Мне кажется, это все-таки человек из Доминиканской республики. Латинские страны все-таки такие революционные, да, немного. Да, именно в этом слове. Ну, да. Может быть, действительно в честь Владимира Ильича называют. Ну, вот Владимира, да, Ленина. Ну, вы соперники знали, так понимаю, буквально неделю назад, а через еще неделю считаете уже бой. Это насколько дискомфортно, насколько удобно там. Какие нюансы из этого приходится извлекать? Ну, конечно же, всегда охота знать раньше, чтобы просто хотя бы тупо мысленно готовиться, с кем ты будешь боксировать, представлять на тренировках, какую-то работу делать. Ну, это не самое печальное, что могло бы произойти. Ну, получился он позже. Слава Богу, что хоть он и есть вообще, мог бы остаться вообще без боя. А сколько вы там уже в США провели времени там на тренировках и вот в ожидании поединка? Месяц, два? Ну, я ждал поединок почти полтора месяца. Почти. Ну, вот я приехал в Штаты где-то числа 10 августа, а узнал о том, что я с ним буду боксировать с Лениным. Получается, ну, в середине, под конец сентября. За то время, что вы были в США, объявлялись поединки Сергея Ковалева с Аулем Альваресом и Артура Бетербиева с Александром Гвоздиком. Каково это вам было ощущать, что те цели, которые ждете вы, идут совершенно не к вам? Ну, ничего страшного. И я понимаю, почему дела обстоят именно так, а не иначе, да? Я понимаю, почему Бетербиев с Гвоздиком боксирует. Этот бой организовать легче, потому что оба парня боксируют на СПН, оба у одного промоутера. Что насчет Сергея Ковалева? То тут понятно, Альварес хотел бы большое имя для своего дебюта. Тяжелый. Алло? Блин. Альварес хотел большое имя для своего дебюта в полутяжелом весе. Да, и возможно, он еще увидел какие-то недостатки, которые могут сыграть на руку Альваресу. Наверное, вот поэтому. Ну, что поделать. Сергей такого боя заслужил, действительно, большого. Он чемпион с большой буквы. Долгое время. И поэтому, ну, тут я адекватно отнесся к тому, что они будут боксировать. Ничего страшного. Наше время, значит, еще не пришло. Что поделать? Им нельзя опускать руки. Нужно боксировать, защищать титул. И ждать своего дня, когда будет какой-то большой бой. Я слышал, что у вас планировался поединок с Маркусом Брауном, но он неожиданно проиграл Жану Паскалю. Насколько вас удивило это событие? И действительно ли бой с Брауном планировался? Ну, нам, по крайней мере, обещали, что такой бой возможен. И это, как бы, называли таким хорошим боем для меня. И Дазон был готов очень сильно посотрудничать с промоутером Маркуса Брауна. И был намерен очень сильно Канал и Эдди Хирн организовать этот бой. И вот мы и ждали этого. Но когда он проиграл, конечно же, тут наши планы как бы подпортились. И я бы мог, возможно, вообще остаться без боя. Так как нет оппонента, значит, надо ждать тогда чего-то другого. Но удалось договориться хотя бы сделать мне просто необязательную защиту, а добровольную. Вот так. Вот если говорить о тех ребятах, которые еще высоко в рейтингах стоят, там есть Элидер Альварес, Хильберто Рамирес, Джесси Харт, ну и с теми, с кем вы не встречались. Там были ли какие-то выходы к ним? Насколько я знаю, каких-то определенных таких выходов к ним не было. И это не потому, что они нам там не нужны, а, наверное, потому что реальность, наверное, все понимали, что за короткое время сварить такой бой невозможно. Потому что ребята из других промоутерских компаний, и это ребята далеко не те, которые готовы брать бой за 4-5 недель до даты. Вот. Тогда вот про вашего последующего соперника Ленина Кастилио. Уже посмотрели у него что-нибудь? Увидели какие-нибудь интересные нюансы в его боксе? На кого он там более похож? Да, я посмотрел. Я посмотрел его несколько боев с такой не очень хорошей. Соперники не очень были сильные, где он их нокаутировал. И посмотрел бой с Маркусом Брауном. Могу сказать, что с Брауном у него, конечно, он молодец. Он хорошо постоял. Он показал, что он психологически очень устойчивый. Он не боится быть скучным. Он может стоять, выжидать в контратаке. Он достаточно быстрый. Резко он прям перехватывает. И вот как раз таки Брауна он так перехватил и отправил в нокдаун. Вот. И он высокий. И он крепкий. Вот прям по взгляду видно, что он как бы держит удары, которые ему наносят. И он как бы не кривит лицом вовсе. И высокий он. Вот такие вот у него плюсы. У него есть, конечно, свои минусы. Там он, работая вперед в атаке, он, конечно, за ногами где-то не успевает, где-то проваливается. Но вот в контратаке зато он хорош. По своим боксерским качествам, он, конечно же, один из таких, один из хороших бойцов. Можно его в первую тридцатку точно ставить. Потому что тот же бой с Маркусом Брауном показал, что Маркус Браун не намного там прям лучше Кастильо. Ну, то есть, именно по самому уровню бокса. Потому что Маркус Браун, к примеру, мне показалось, что даже намного легче разобрался с Ваду Джеком, нежели с Лениным Костиво. Потому что здесь он в нокдауне даже не побывал, и ему тяжело было подобраться к нему. Ну, сейчас никаких дискомфортных ощущений у вас нет. К этому поединку получится подготовиться в лучшей форме, грубо говоря? Ну, дискомфортов... Вы знаете, на самом деле, в каждой подготовке есть свои какие-то нюансы. Да, не было ни одной идеальной подготовки, честно говоря. То есть, всегда какие-то нюансы есть. То не приходит спарринг-партнер, то спарринг-партнеры не такие. То там руку ударил чуть-чуть, то там нога болит. Ну, здесь, в принципе, какие-то нюансы тоже есть. Но в целом, все как обычно, все хорошо, все гладко, можно сказать. А вам часто указывают на то, что последние там ваши три поединка прошли по 12 раундов, и вроде бы там не было таких моментов, кого бы могли бы завершить поединок досрочно. Ну, то есть, вот над этим моментом как-нибудь там работать, для того, чтобы там как-нибудь, ну, для зрелищности, там, для публики там это, показать красивый нокаут. Вы знаете, это на самом деле мало кто работает именно там на нокаут. То есть, это, конечно, громкие слова. Там я тебя нокаутирую, я там работаю над нокаутирующим ударом. Но я вот мало таких людей знаю. Обычно все готовятся на полную дистанцию. И мы тоже стараемся готовиться на всю дистанцию. Конечно же, мы стараемся всегда там работать. Ну, если попали, то стараемся развивать эти атаки, да, на тренировках пытаемся больше, как бы, ну, не всегда так это получается. Ну, не знаю, посмотрим. Тогда еще два вопроса по вот этим боям, которые мы начали упомянули. Сергея Ковалева и Сауля Альвареса. Ну, вот как считаете, объективность здесь вот Сергея все-таки, наверное, не фаворит? Ну, явно Сергей там не хуже, чем Дэниел Джейкобс и не хуже, чем Чавес, младший, да, которые простояли там все раунды с Альваресом. Но явно Сергей потехничнее. Конечно, если он захочет, если он сможет подготовить свой функционал, то он вполне сможет удержать Альвареса на дистанции. Ну, тут тяжело загадывать, говорить как-то, что вот, там, он проиграет или он выиграет, тяжело, конечно. Ну, в этом он держал. Ну, могу сказать то, что Сергей, это, безусловно, да, техничный боксер, который умеет держать свою дистанцию, да, то есть он может удерживать соперников на дистанции. Не так много людей, кто смогли к нему там сблизиться, навязать свою там драку, да. То есть были там случаи с Андервордом, который там через яйца добрался, грубо говоря, к Сергею там, да. Были случаи с Альваресом, да, который там попал, да. То есть он не перебоксировал Сергея, он попал просто. Поэтому тут как бы нельзя так списывать со счетов, что он там явный там этот аутсайдер. В этом плане, в этом плане, мне просто не интересует нюанс. Здесь вообще, вот, возможно, победа Ковалева по очкам, ведь все-таки это Альварес. Мы все прекрасно понимаем, какой у него контракт, какие у него промоутеры и как к нему лояльны судьи. Ну, я думаю, сложнее будет, конечно, по очкам выиграть Ковалеву, чем Альваресу, да. Ну, я в том плане, то, что наверняка, да, там, если бой будет равный, то, ну, как бы, предпочтение отдадут Альваресу, да. Ну, то есть это все понимают. Да. И вот последнее, это Бетербиев с Гвоздиком. Ну, тут почти все говорят шансы 51 на 49 в пользу Гвоздика. Согласны ли вы с этим раскладом сил? И, в принципе, какой картины ждете от этого поединка? Кто будет давить первым номером, кто там будет более в игровой манерке? Картина обычная. Бетербиев пытается подобраться и попасть жестким ударом. Гвоздик будет стараться двигаться. Гвоздик будет, мне кажется, стараться отбоксировать, как отбоксировал Усик против Гассиева. То есть, вот, мне кажется, будет примерно так. Только вопрос в том, что Гвоздик – это не Усик, а Гассиев – это не Бетербиев. То есть, ну вот. А как будет, неизвестно. Ну, тогда еще один вопрос. Я недавно разговаривал с Батыром Ахметовым и посмотрел его бой. А вы видели его поединок? Да, видел. Ну, явная победа нашего боксера. Вы знаете, я не берусь там сильно осуждать как-то судей, но это явно не победа его оппонента. Это вот сто процентов. Ну, к самому минимуму – это ничья. Вот, как я посчитал, да? Первые четыре раунда Бариусу отдал, плюс, ну и четвертый раунд – это с нокдауном. То есть, того пять очков. И двенадцатый раунд с натугой можно отдать, там, к Бариусу, там, два очка, да? То есть, того семь. А остальные, там, семь раундов, да, там, выиграл, получается, Батыр. Итого семь-семь счет. Ну, то есть, 113-113, по мне так. Ну, а так, двенадцатый раунд тоже спорный. Батыр-то выиграл двенадцатый раунд. Да. Ну, в любом случае, этот бой – это все равно, как победа Батыра, можно сказать. Потому что он заявил о себе хорошо, как я понимаю. То есть, многие люди возмущены решением этого боя, и, как бы, говорят и в зале, там, вот я прихожу, там, вот вашего парня, там, засудили и так далее. То есть, ну, Батыр себя с очень хорошей стороны показал. Ну, молодец, это, вот, есть чему поучиться у парня, конечно. Ну, хорошо, все, спасибо большое, что Дмитрию уделили временем. Готовьтесь к Ленину. С Лениным никогда никому не было просто. Если бы вас звали Николай, я бы на вас не поставил. А так, да, а так я более чем уверен. Еще одна победа, жду и буду смотреть. Николай Александрович, это вообще было, да? Да. Да.